добрый день дорогие друзья сегодня я общаюсь с моим дорогим другом и партнером володей и мы будем говорить на тему монетизации ваших идей собственно любых идей потому что эта же тема возникает у большинства моих подписчиков друзей знакомых которые кто-то на работу ходит кто-то в интернете уже что-то делает но так как у всех опыт разный и я постараюсь поделиться своим опытом своими наработками сейчас так как я занимаюсь скажем так онлайн-маркетингом уже порядка десяти лет слава богу в русскоязычном интернете в англоязычном интернете и начнем мы с простой схемы кей мы с володей будем в режиме общения записывать это все и общаться итак давайте начнем с монетизации ваших идей и здесь самое главное ключевое слово монетизации я потому что большинство людей начинают вот так вот ваша моя идея и человек начинает делать что окей я хочу например мне интересно заниматься там я не знаю там форексом окей я хочу со временем там стать профессионалом на рынке форекс потом продавать это и так далее какая такая идея я хочу получать пассивный доход онлайн не знаю как это сделать но хочу получать у володя например идея создать блок до володя создать блок который будет на тему миграции сайт сайта мой давай конкретно твою идею разберем как бы я сделки сайт на тему миграции там за рубеж да такое что то у нас будет с ним мы не будем глубоко там углубляться там и так далее но смысл в том что это твоя идея ok и как можно монетизировать эту идею самыми сложными путями как это делается делать большинство людей они делают таким образом они создают первое какой-то сайт то есть этому учатся например у человека нет денег для того чтобы все это заказать под ключом и так далее да то и что он должен здесь сделать он должен выучить wordpress да он должен научиться wordpress он должен дальше у него начинаются варианты плагины разные это ему нужно сделать формы подписки плагины плагины подписки потом оказывается что нужно сделать соответственно подключиться к платным автоответчиком типа а в борода то есть вот сюда он потратил грубо говоря на сайт и на все прочие дела порядка там 50 баксов с учетом хостинга и какой-то элементарной темы может быть 70 что-то такое да сюда он потратит на разные всякие там плагины но это может быть включено в тему если хорошая тема но тут самое главное что тратится сюда не только время но и огромный деньги но но и огромное количество времени вот это вот чтобы человек слепил ему понадобится по времени где-то не менее трех месяцев согласен вот это я как раз три месяца эти этими заниматься только я вложился одной ну хорошо ты вложился в ноль тебе повезло что у тебя это получилось но эти гарантирую что тебе дальше придется этим всем заниматься я еще не подключала выбор я не знаю сколько это стоит и платить слушай просто слушай пока день то есть вот у нас идет сайт на тему иммиграции это это обычный вариант а теперь я покажу как он как он будет у вас выглядеть в варианте когда это у вас уже есть готов как это должно выглядеть правильно правильно изначально например то есть если это какой-то именной блок ну в идеале раскручивать собственно не чужой бизнес а свой именной блок но к этому подойдем все равно это длинная схема мы будем говорить о более короткой схеме сейчас изначально то есть правильный вариант подхода это примерно таковой такой везде где вы увидите людей которые больше там пяти семи лет сидят в интернете у них везде вот так примерно сделано то есть это обязательно свое лицо это обязательно какое-то представление кто я что я почему это что вы самое главное что вы должны сделать дальше дальше вот три кнопки пожалуйста хотите получать пассивный доход на автопилоте нажимаете сюда выпадают всплывающая форма подписки человек в эту форму подписки вводит свой грубо говоря mail какой-то там какой и вот это все пошло уже куда дальше дальше идет перевод на определенную страницу куда человек собственно куда вы хотели его изначально завести на моем случае вот в этом это источники пассивного дохода то что это такое это запись о какого-то там обзора моего вебинарного там на тему источников пассивного дохода ниже идут программы платные вот мы говорим о монетизации уже да ну вот это фичер про это бесплатно это просто я рассказываю как подключиться а вот это это уже платная программа кей то есть цель вот этого первого захвата окна это разбить этих людей которые заходят сюда по раз разными интересами если у тебя блог посвящен не только например миграции хотя даже есть это тоже только по иммиграции то у тебя может быть детально об иммиграции дальше иммиграция в канаду иммиграция в сша иммиграция на на шри-ланку там и так далее понимаешь то есть это все разные подписные листы почему потому что когда человек нажал вот сюда например и у тебя тут иммиграция в канаду то подписной лист который он попадет у тебя будет называться иммиграция в канаду и все все письма которые ему автоматом будут отсылаться, будут идти об эмиграции в Канаду, понимаешь? А если у тебя более широкий блок, и надо будет, чтобы он эмигрировал, был выбор, например, тебе же хочется больше людей привлечь, да, то есть, вариант эмиграции. В Штатах совсем другие яйца, правильно? Соответственно, он нажимает на Штаты, и это другая подписная форма. Теперь, самое главное, собственно, я не хочу тут много растягивать, что я хотел сказать в этом случае. Представим, что у вас та же идея, и вы вот самое главное, что люди не совсем понимают уровень монетизации, что они, собственно, могут с этого всего получить, изначально. Потому что моя идея должна включать монетизацию идеи. Монетизацию идеи, то есть, на чем ты будешь зарабатывать с этой идеей. Допустим, случилось все, что ты я не знаю, монетизация идеи. Случилось все, что ты, о чем ты мечтал. Люди заходят, вот, случилось. Случилось, окей. И ты хотел, о, я хотел, чтобы ко мне заходило там 100 человек на сайт. Окей, заходят 100 человек в день на твой сайт. Ну, хорошо. Мечта номер один сбылась, окей. Назовем это мечта один, окей. Окей, получил ты эту мечту, ты потратил год на SEO-оптимизацию бесплатную, там, на постинг, на форумах, на постинг в инстаграме, на постинг в группах в Facebook, ты потратил год. Это минимум год. Мечта один, 100 человек в день на сайте. На сайте. Мечта один, это у тебя примерно один, это точно не меньше 12 месяцев. Если это все делать бесплатно, 12 месяцев. Мечта два, я так понимаю, это дальше уже доход. Окей, ну у меня заходят люди, что делать, как монетизировать блог, да, вот этот вот. Как этот сайт монетизировать. Значит, что ты можешь сделать? Ты можешь повесить, окей, баннеры, баннеры партнеров. То есть тех компаний, которые консалтинговых компаний. Баннеры консалтинговых компаний. Окей. Это как вариант, и получать с каждого такого баннера какую-то сумму, но для того, чтобы с этого баннера что-то получать, твой трафик в день на этот блог должен заходить хотя бы тысячи человек. Если у тебя на блог не заходят тысячи человек в день, за баннеры тебе никто платить не будет. И соответственно мы видим, что если ты потратил 12 месяцев, чтобы вот это все слепить руками, на изучение WordPress, который ты руками там лепил, изучал, думал, смотрел, на подключение, на вот эти все вещи, это штука вершина. То, что я показывал, правильный вариант, это не просто сайт WordPress и плагины, а это еще туннель продаж. Туннель продаж. Вот расскажу, сколько у меня это все стоит, например, для подсчета. То есть вот эти страницы, которые переводят, например, с сайта на... Просто переводят с сайта на... Правильно, на Aweber, да, например. Они стоят где-то порядка 37 долларов, по-моему, в месяц. Стоят программы, которая позволяет мне делать так, как я хочу. Чтобы я видел статистику там и так далее. То есть вот этот вот всплывающее окно, его можно слепить в самом варианте, в самом блоге, да, это несложно. Но так делать перевод, как делается у меня, он у вас не будет. То есть это платная программа, это раз. За хостинг платить надо, это два. За Aweber платить надо, это три. Я плачу где-то порядка 30 долларов в месяц. Первый месяц бесплатно, а потом ты будешь платить 19 долларов в месяц, да. Идем дальше. То есть надо понимать, как эти туннели работают. Потому что, опять же, у тебя здесь должны быть составлены эти серии писем. Aweber должен быть у тебя уже хотя бы несколько месяцев прокачан, потому что тебе не дадут принимать этих подписчиков без двойного подтверждения там и так далее. То есть в этом всем есть куча нюансов, окей? Зачем я это все рассказываю? Потому что есть простой вариант. Есть простой вариант, о котором, в общем-то, большинство людей не задумываются. Что если ты хочешь монетизировать, попытаться монетизировать какую-то идею, вот, например, вариант номер два. Давайте посмотрим. Монетизация идеи 2. 2. То я бы начал с того, что, грубо говоря, что ты хочешь продавать. То есть, например, товар, собственно, товар или услуга. То есть, если это, ну, в твоем случае, любой, любой, это касается любого товара или услуги. Главное, чтобы вот здесь была цена. Вот, если немножко сложные, да, например, допустим так, если продается какой-то товар или услуга, который вот консалтинговая компания продает за 5 тысяч долларов и тебе дают, например, я не знаю, или за 500 долларов, да, и тебе дают 50 долларов комиссии. Если по твоей реферальной ссылке кто-то заходит, мне нужен просто какой-то пример. Вот твоя комиссия, товар, на тот товар или услугу, которую ты предлагаешь, будет 50 долларов стоить, окей? Что тебе надо сделать, чтобы вот это все, до того, как вот это все лепить, чтобы проверить, что идея, собственно, будет продаваться. Потому что основная трагедия всего вот этого нашего сообщества онлайн, что люди в большинстве случаев начинают продавать то, что не имеет под собой основы для продажи, что не будет продаваться. Они пытаются его сначала сделать красивым, потом настроить, потом еще что-то сделать, а продаваться оно все равно не будет. Так вот, мы изначально должны попробовать, сколько ты можешь заработать с этой консалтинговой компанией, продавая их товар по быстрой схеме. Теперь смотрим, как это сделать по быстрой схеме, чтобы ты проверил, стоит ли тебе тратить свою жизнь на вот эту всю хрень. Понимаешь? Прости, господи. Не для интернета будет сказано. Что ты мне так же сказал? Может, я уже потратил 3 месяца? Вот, вот, вот. Смотри, вот давай, сейчас я тебя подведу. Ну, во-первых, это все пригодится, но это другой вопрос. Итак, монетизация идеи, вариант номер 2. Товар или услуга. Ты знаешь, что у тебя будет 50 долларов комиссии. Что тебе надо сделать для того, чтобы проверить, что оно работает? Первое. Тебе нужна страница. Одна страница. Одна. Одна страница. Окей? Приема людей. Окей. Сразу продать у тебя не получится, сразу говорю. Поэтому нужна страница, и все-таки ответчик, и так далее. Итак, мы говорим, опять же, о туннеле продаж. Туннель продаж, или воронка продаж, там, как это называется, у всех по-разному. Туннель продаж. Окей. Из чего он состоит? Одна страница продажник. Захвата. Захвата. Одна страница захвата. И вот мы, грубо говоря, с тобой сейчас прям слепим эту страницу захвата. Вот у меня есть здесь вот такая страница. Это идеальный вариант. Только здесь про Roboforex, а у тебя будет вот здесь вот видео того агентства, которое ты представляешь. Понял меня? Ну да. у тебя есть там агентство, там, человека, и у него есть видео, видео, промо-ролик агентства. Сюда промо-ролик этого агентства. Но это твоя страница, это не их страница, потому что ты им будешь продавать свои услуги, понимаешь? А не наоборот. Дальше человек просматривает вот эту всю страничку, да, эта страничка захвата. Потом он нажимает на кнопочку, да, мне это интересно, мне это интересно. Оп, он попадает вот сюда. Отсюда два варианта. Он может переводиться напрямую в подписной лист, или он может, и после этого напрямую он еще переводится обычно на какую-то там страницу. Это может быть автовебинар, или это может, когда записан их вебинар, то есть, неважно, куда их там уже ты будешь переводить, это в любом случае будет какая-то целевая страница с какой-то дополнительной информацией, да, например, то есть, если здесь у меня вот так вот сделано, то отсюда идет перевод, например, не помню уже куда, ну, на страницу, где расписаны услуги, как вариант, идеально, да, но как только человек вот эту штуку сделал, вот здесь вот ему дополнительная информация, дополнительная информация, дополнительная информация, но вот эта компания, которую я пользуюсь, она мне автоматически загнала сразу же эти адреса вот сюда на вебер, и этот человек начинает у меня, то есть, он у меня в рассылке начинает получать все эти письма. Итак, возвращаемся к нашей схеме. Туннель продаж, то есть товар-услугу у тебя 50 долларов комиссия, туннель продаж состоит из первая страница захвата, второе, там будет, соответственно, ну, мы сразу напишем, что это все попадают в автоответчик и, соответственно, также они же попадают на страницу, переводятся, на страницу, страницу, на страницу рекламы, рекламы или дополнительного описания товара. Итак, у нас, видишь, это не блог, это не месяцы работы, это одна страница, туннель продаж, страница захвата, перевод автоматом на автоответчик, где у тебя будет серия писем, да, тут серия писем, которые рассказывают об этой услуге. Ты можешь взять серию писем у них, готовую у этого твоего агентства, да, в которой просто поставить вместо их ссылок свои реферальные ссылки. Если у них этого ничего нет, не трать время на это все, потому что ты ничего не заработаешь. У них должна быть хорошая система, продуманная монетизация, работы с партнерами сразу. Если у них этого нет, ничего не будет, Володя, потому что, если у них нет монетизации, канала монетизации правильного, как ты будешь продавать их услуги? Так вот, если, допустим, у них есть серия писем, все настроено и так далее, то ты просто загоняешь свой автоответчик со своими реферальными ссылками, да. Опять же, пишем это для интернета, поэтому просто покажу для ребят, что имеется в виду под этим всем делом, да. то есть, вот, например, первое письмо приветствие, привет, привет, спасибо, что подписались, я знаю, что вам интересна тема эмиграции в США, в следующих письмах я вам расскажу о том, как это делается, окей? И в каком-то из следующих писем ты начинаешь уже подставлять какие-то ссылочки, видишь, в этом письме ссылки нет, воспользуйтесь моим опытом, вот, например, вот в этом письме уже точно есть информация на ссылку. ссылка это уже когда ты знаешь, что человек заинтересован, ты ему просто начинаешь что-то предлагать, да, то есть, например, эта ссылка ведет вот отсюда, вот сюда, ну, кошмар, короче, нет, это не так сложно, как кажется, на самом деле, на самом деле, это проще, чем тратить месяцы на наборы текста, нет, она, собственно, подожди, потерпи немножко, она, собственно, переводит на какие-то вот эти странички. Возвращаемся к нашей теме. Теперь смотри, самое главное, что я хотел сказать, для того, чтобы вот это все можно было быстро проверить, за две недели максимум можно проверить работу любой, любой идеи с минимальным бюджетом, любого товара. У тебя должен быть товар или услуга, ты должен понимать, что продавать. До туннеля, в туннель продаж тебе надо просто загнать трафик. То есть, тебе надо загнать сюда трафик. Вот это вот самое главное, вот это то, на что люди тратят годы в своей жизни, занимаясь нелюбимой какой-то темой, пытаясь продавать чужие товары, там, или заходя на кликбанк и так далее, или GVZU, и пытаясь продавать вот эти все товары. Не строить свой бренд, не строя свое имя, там, и ты стратишь время в интернете имеет смысл только если ты строишь свое бренд и имя, потому что только это будет тебя стабильно, кормить все оставшуюся дорогу, окей? Так вот вопрос, можно взять трафик с бесплатного варианта, бесплатный вариант трафика, и соответственно, что это такое? Это у нас получается то, что делают все с самого начала, да, это бесплатные группы Facebook, соответственно, Instagram, и так далее, это то, что все говорят, что приносит реально, там, пожалуйста, а на самом деле этот хлам никто там не читает, те группы, в которых кто-то что-то читает, они закрытого типа, и там просто так ты ничего не запустишь. И это правильно, потому что тоже отметает весь этот хлам. Или платный трафик, причем, когда люди говорят, что платный трафик очень дорогой, там и так далее, а вы посчитали, сколько времени вы тратите на создание вот этой всей темы? Не хочу ругаться, опять же, в эфире, то есть, как бы, годы люди тратят, прежде чем понять, что, блин, а нафига я это делал, да? Так вот, платный трафик на том же Facebook, о том же Facebook, да, надо знать, как это делается, там есть нюансы, но это всего 5 долларов в день. 5 долларов в день. Ну, в чем проблема? Вот, но эти 5 долларов в день тебе дают, опять же, надо знать, как это делается, ну, не важно, если ты уже там потратишь лучшее время на разбор этого полета, ты будешь знать, как собрать там, правильно указать таргетированную аудиторию, выбрать ее по интересам там и так далее на Facebook, но смысл в чем, что у тебя есть всего 3 шага, это раз, ты выбрал товар, который хочешь попробовать, продавать, допустим, чужой, у тебя есть платный трафик, это 2, и схема, которая сразу проверяет, то есть у тебя сразу люди, которые, например, ты хочешь что-то писать про эмиграцию, у тебя сюда зайдут конкретно люди, которые всю дорогу ищут в интернете тему про эмиграцию, то есть это, это настраивается в рекламе здесь, когда ты создаешь это объявление на Facebook. Вот почему? Потому что Facebook это такая интересная штука, Facebook важен не тем, что там все сидят, а тем, что там обо всех собрана вся информация. То есть когда ты учишься разбираться с созданием этих всех объявлений, я, например, не один курс уже прошел, я знаю, что там есть информация даже о том, кто на что, когда тратил деньги, кто за что платил, платил ли кто-либо вообще за что-либо, ну и так далее. То есть когда это правильно настраивается, то это очень точно, это точнее, чем там соло, от рекламы даже и так далее. Так вот еще раз, у тебя товар, у тебя платный трафик дешевый, 100 баксов на месяц, и ты или продолжаешь, у тебя уже пошли движения здесь, и ты видишь, что да, ты потратил 100 долларов в месяц на трафик, но у тебя вся эта схема создана, сколько будет стоить вот эта вся штука с нуля. Если, допустим, ты это все знаешь, тот туннель, который я использую, 37 долларов, вот та программа, сотку баксов на Facebook, это, ну, допустим, 140, у тебя есть еще Weber, там пускай еще 20, это 160, плюс там еще какие-то нюансы, ну, грубо говоря, 200-250, ну, 300 баксов на то, чтобы протестировать любую идею, которая тебе нужна, потому что в конечном итоге, через период времени, у тебя или выскакивают туда продажи, или нет. А вот это все то, что происходит до этого, то, что люди годами строят вот эти чужие идеи, работают бесплатно. То есть, если ты что-то умеешь делать, то я бы лучше пошел на фриланс какой-то и эту идею продал. Например, ты таки научился создавать блог на WordPress, и так далее, то ты можешь продавать не чужие идеи, тратя годы жизни, чтобы туда трапик начал бесплатно заходить, а продавать то, что ты умеешь делать, это стоит реально хороших денег. Ну, это тема другого разговора. То есть, пока что, для этого первого видео, этого достаточно, назовем его монетизация идей, вариант долгий или вариант короткий, быстрый или длинный вариант. Вот так я бы это делал изначально, понимаешь?